ТЕРИТОРИЯ МАШИН От предыдущей версии остались только шильдики и форма задней двери. Она уже стала классикой. Форма, а не дверь. Автомобиль изменился настолько, что от классических прямых углов не осталось и следа. Теперь здесь кругом плавные линии, и внешне большой Discovery стал похож на младшую модель Discovery Sport. То, что он осовременился, не значит, что он потерял часть своей внедорожной составляющей. Как раз наоборот. Производитель утверждает, что в некоторых аспектах борьбы с грязью он стал лучше. Кстати, новый Discovery – первый в мире автомобиль, заднее сидение которого можно складывать при помощи смартфона. А что? Удобно. Ходишь по магазину стройматериалов, набираешь краски и валики, подошел к машине, а погрузочная площадка уже готова. Ну и как без рассуждений о цене? Никак. Внедорожник пятого поколения стоит у нас 4 миллиона 33 тысячи рублей, что уже на 200 тысяч дороже предшественника. Понятно, что набрав опции, ценник можно еще утяжелить. На пару миллионов где-то. Каждую неделю мы слышим новости о беспилотниках. Все чаще эти новости приходят к нам из нашей же страны. Одна из российских транспортных компаний планирует начать использование беспилотных фур на участке между Москвой и Краснодаром. От 5 до 10 автопоездов оснастят комплексом автономного пилотирования и отправят с грузом в столицу. Какие это будут комплексы и кто их разработчик, пока не ясно, но у компании обширные планы. Первое время в машине все-таки будет водитель, на всякий случай. Но если подобная система получит должное распространение, то человека из-за руля уберут. О том, что профессия дальнобойщика скоро уйдет в историю, говорят уже чиновники высокого ранга. Руководитель Росавтодора Роман Старовойт уверен, что беспилотники уже скоро вытеснят человека. Еще одной романтичной профессии станет меньше. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин